Кинопродюсеров и ученых занимала мысль о том, как выглядят инопланетяне. Если они существуют, похожи ли они на нас, или принимают самые невообразимые формы? Ответ на этот вопрос, на самом деле, зависит от нашего понимания эволюционных процессов, происходящих на самом глубинном уровне. В новой работе ученые из Аксфордского университета во главе с Сэмом Левиным впервые демонстрируют, что эволюционная теория может быть использована для понимания возможного видового разнообразия чужих и их поведения. Исследователи показывают, что внеземные организмы могли формироваться в результате тех же процессов, что и человек, таких как естественный отбор. Согласно этой гипотезе внеземные формы жизни претерпевают естественный отбор и, так же как и мы, эволюционируют, становясь со временем более сильными и приспособленными к окружающим условиям. Используя в качестве основной идею естественного отбора, команда изучила возможные пути эволюции внеземных форм жизни и расширения их видового разнообразия. Видовое разнообразие на Земле растет в результате небольшого числа событий, известных как крупные эволюционные преобразования. Эти преобразования происходят, когда группа отдельных организмов превращается в единый организм более высокого уровня, например, когда клетки становятся многоклеточным организмом. Аналогичные преобразования должны быть характерны и для внеземных форм жизни, считают Львин и его коллеги. Люди любят фантазировать на тему пришельцев. Об этом говорят многочисленные художественные фильмы. Инопланетяне в них принимают самые разные формы, от бесформенных слезняков до сложно организованных гуманоидов. Существует и научный взгляд на проблему. Ученые предсказывают, как будут выглядеть формы жизни, с которыми, теоретически, человек может войти в контакт. Доктор Меги Адерин считает, что, скорее всего, мы встретим пришельцев, по строению напоминающих морские организмы. Для общения они будут использовать световые импульсы, а питательные вещества, служащие для роста и размножения, будут усваиваться прямо из воздуха через некое подобие ротовой полости. Теория Меги основана на том, что земная жизнь сначала зародилась в океане, и инопланетная эволюция могла пойти по аналогичному пути, только вместо воды средой обитания послужила бы атмосфера другой планеты. Саймон Конвей Морис, профессор Кембриджского университета, занимающийся проблемами эволюционной палеобиологии, утверждает, что инопланетяне подобны людям не только по физическому строению, но и по моральным качествам. Склонность к насилию, жадность и необязательность вполне могут быть присущи гостям из далекой галактики, заявляет Морис. Дарвиновская теория эволюции универсальна, что поможет нам, в случае от чего, наладить контакт с другими цивилизациями. Иными словами, если у людей-пришельцев обнаружатся одни и те же черты характера и слабости, это только поспособствует взаимопониманию. Многие исследователи вроде Мориса полагают, что инопланетные формы жизни похожи на земные, однако еще в 2010 году учеными были обнаружены многоклеточные организмы, не нуждающиеся в кислороде. Эти сведения могут перевернуть наше представление об органической жизни, все больше биологов заявляют о возможности возникновения неорганической жизни, ведь в природе существует множество других строительных материалов. В условиях, отличных от земных, могли возникнуть организмы, использующие в процессе жизнедеятельности, например, фосфор, серу или другие химические соединения. Льюис Дортеил, астробиолог из Лондона, считает, что эволюция жизни на других планетах происходила под влиянием факторов, похожих на земные. Например, в водяных мирах жители выглядят подобно животным, обитающим в глубинах наших океанов, а на планетах с плотной атмосферой больше шансов обнаружить существ, передвигающихся по воздуху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok